Молодёжь – наше будущее. И как важно, чтобы молодые люди впитывали самое ценное, что есть в нашей национальной традиции. В первую очередь, веру и любовь к стране. Молодёжь в силу определенных качеств и свойств достаточно податлива и открыта к восприятию многого, что предлагается ей извне. Но это, наверное, и правильно, и хорошо, ведь на этом качестве молодого человека и основывается сама возможность познавать мир, получать образование, развиваться. Но одновременно и молодым людям, и людям любого другого возраста нужно уметь, как говорит Церковь, различать духов, различать ангела света от ангела тьмы, различать тех, кто несёт пользу, добро, мир, а тех, кто, прикрываясь красивыми словами, имеет целью ослабления Отечества наше и даже его разрушения. И речь идёт не только о внешних угрозах, ведь то же самое может произойти и без всякого внешнего вмешательства, как это уже неоднократно, к сожалению, было в истории нашей страны. Мы сами разрушали своё Отечество. И Российскую империю разрушили, и Советский Союз разрушили. Мы вовремя остановились, потому что уж дальше разрушение было бы связано с нашим вообще историческим исчезновением. А вот сейчас наступило время собирать камни, время сосредоточения, время проявления особой заботы о стране нашей, о народе нашем, о молодёжи, как я уже сказал, о всех направлениях нашей жизни, с тем, чтобы наше общественное, политическое, государственное развитие, научно-техническое совершенствование, образовательная, культурная сфера всё работало на самый высший приоритет – на безопасность страны и на духовное и материальное благополучие нашего народа. Продолжение следует...